История России, история войн С 18 века для дворянина была предпочтительно военная карьера, как наиболее престижная и уважаемая. Мальчиков с рождения записывали в элитные полки. Государство ставило офицерский корпус в привилегированное положение, но и требовало от него полной самоотдачи и самопожертвования. К 1917 году в России существовал уже 31 кадетский корпус. В 1918 году после революции они были упразднены. Во время Великой Отечественной войны традиция возродилась. Знамя кадетских корпусов подхватили суворовские училища, куда в первую очередь принимали детей погибших. Ребят зачисляли с 10 лет, а тех, что помладше, направляли в подготовительные классы. Но так было только в послевоенное время. В год поступления суворовского училища должно быть 14 лет. Сейчас в России 7 суворовских училищ, Нахимовское военно-морское и 5 кадетских корпусов. Поступить очень трудно, 9 человек на место. В училище мальчики получают качественное образование. Кроме того, задолго до принятия присяги они могут убедиться в правильности своего выбора. Я попросил отца разузнать насчет этого и готовился к экзамену. Отец служил, он сейчас погиб при исполнении служебных обязанностей. У меня и деды мои, и отец были военные, и мать военная. Мать сейчас служит, а отец погиб. Привилегий у российских офицеров последние годы осталось немного. Однако неизменно высокий конкурс в суворовские училища свидетельствует о престиже профессии. Анна Потагина, телевизионная служба новостей.